в баке у нас он почти полный бак бензина десятилетнего короче Димону не очень понравилась идея со свежим бензином спортивный интерес появился запустить на штатном бензобаке причем стартер за 106 вольтовый так друзья всех приветствую на новой серии где мы будем ставить на ход этот замечательный автомобиль этот виллес судя по табличкам 42 года представляете с тех времен машина дожила в очень неплохом сохране до наших дней была очень интересная предыстория как эта машина оказалась у нас в ангаре где-то на дачном участке в доме точнее в подвале дома был спрятан этот виллес стоял он там очень долго последние 10 лет он стоял без головы и зачем-то сняли и в общем-то это есть те самые проблемы которые нам надо победить в этой серии если не верите посмотрите на нашу проблемку да в прошлой серии мы пока ждали запчастей мы восстановили передний мост он был он был без редуктора он был без полосей не похоже что там что-то есть короче в турции сейчас с этим полный порядок ну и собственно у нас появился фронт работ голова отшлифована 041 написали много это или мало я не знаю новодельная прокладка гбц вилле с каким-то чудом урвали на ретро заказе последнюю завалявшуюся голову она была в наличии ну окей и самый главный момент который нас лишал шпильки гбц так этого две шпильки были родные а вот это вот 8 точек нам сделали на заказ платили мы за это добро семь с половиной тысяч это шайбы дюймовые и еще и гайки дюймовые представляете все было найдено 7 шестнадцатых если по-русски то это 17 и 2 ну что давайте вместе с вами оценим работу токаря давай очень такой моментик потому что я в комментариях узнал что оказывается была дюймовая резьба английская и была американской потому что где-то дмитрий викторович уже находил бот говорит вот сейчас мы вкрутим что-то смотрел 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 смотрю чуть-чуть отличается можем даже чуть-чуть ошибиться с высотой гаечкой все это дело компенсируется так димон меня остановил говорит закручивай труднодоступные вначале шпильки потом вернешься сюда найдем ключ обратить внимание 11 16 такие простые чуваки а второй 18 но слишком большой большой все это так вот такая красота сейчас она все продуть но уже похоже на мотор но крутили одну свечку чтобы посмотреть зазор это свечки отдела сто пятьдесят седьмого думаю что они здесь нормально буду жить так бывает приведена вот такая чувствуешь точность еще по мне техника то извините она стоит я посмотрел но не меньше миллиона удивительно да поэтому обращение прокладка как не дает хорошая такая плотная прокладка не дает крутиться сейчас мы их просто подтянем рукой на момент сейчас мы прочитаем момент и определенный вот этот этот у тебя еще последовательный так вот у нас схема затяжки момент затяжки ты вычитал да и уже выставил там около 50 первый проход нужно сделать ньютонов а потом потом побольше сколько потом около 100 там точно пересчитать так все первый проход закончили ну это где-то 95 короче мы все затянули и случилась беда у нас одна гайка провернулась то есть ее даже не выкрутить теперь но тут вариант либо гайка бракованная оказалось ничего не происходит да то есть либо гайка бракованная либо шпилька я все-таки склоняюсь к тому что шпилька херовая мы сейчас накрутим вторую сверху попробуем зажать и все-таки выкрутить шпильку пытаемся выкрутить шпильку она не крутится надверх не держать ну короче ну короче оказалось шпилька поэтому очень хорошо что у нас есть запасная родная причем причем родная сделал я специально короче непонятно то ли это какой-то пруток попался здесь с рамятиной да делали из других шпилек просто перетащивали но шпильки эти были наши как у нас все делают сами знаете да вот это без усилия просто сорвал гайка ни при чем здесь ну хорошо у нас есть запас так я чувствую нарастающие усилия что там его не было как там вроде нарастает боишься в один момент сочувствовать его отсутствие ну а знаешь там еще через карантин 90 так ну что скоро затестим коня конечно правильней как вы все напишите было бы сравнить его с гар 67 в паре но мы-то знаем как называли гар 67 в народе в то время хбв хочу быть виллисом это говорит о том что виллис скорее всего на голову лучше а вот что точно можно сказать что неугомонный вадим боков из компании кейсгуру известный как тюменский илон маск обошел дайсон аж на две головы сиджи клинер хоум в прямом эфире разнес топовый иностранный бренд хоум убирает за один проход когда распиаренный аналог за два вес такой что подросток справится главное пылесосы кейсгуру по уровню как дайсон но доступнее тем кто не любит убирать сам робот вездеход преодолевает препятствия до двух сантиметров робот читает пространство в реальном времени не зажевывает провода и носки чистит дом пока вы работаете у пылесосов кейсгуру самые долговечные моторы жрут меньше энергии защищены от износа самый необычный пылесос батон для авто и мебели который помещается в бардачке авто а сила всасывания как у вертикального пылесоса весит всего полкило забудьте про автомойку с пылесосом выгоднее купите минские пылесосы можно по ссылке в описании под этим видео или по qr-коду который вы видите на экране и не забывайте использовать промокод комбат 2409 и получаете скидку до 500 рублей на следующий день пока игоря нет я хочу заняться карданом вот такой вот карданом передний достался вот в таком состоянии он 10 лет пролежал где-то в воде такие вот здесь вот крестовины крестовины я уже заказал новые хочу сейчас попробовать почистить и снять эту крестовину отсюда и отсюда то самое удивительное у него шлицевое работает это вот прям очень классно поэтому я думаю что мы почистим можно покрасить черный цвет будет работать других все равно нет так пробуем выколотить ну вот все пистовины разобраны вот так здесь выглядит в принципе выглядит не плохо выглядит но в любом случае заказано уже новое ну да ну да здесь все сгнило заказано новое поэтому поставим новое так вот кардан я разобрал все ждем крестовины здесь вот я почистил написано юиса оригинальные крестовины еще родные его в баке у нас он почти полный бак бензина десятилетнего минимум воняет олифой какой-то уже ну просто дохренища там когда залились только бак нет да вряд ли они такие прошаренные были мне кажется просто забыли так ну что надо подать все таки наверное более современный бензин который у нас кстати нет надо из несовременного зила 157 слить наверно баночку свежего здесь кстати обнаружил карбюратор наш стоит советский елка 124 принципе все подкапотка выглядит очень странно все получается переделано на 12 вольт всякие вилюхи генераторы карбюраторы стоят советские но при этом все это выглядит очень штатно это такой штат очень грамотный красивый колхоз либо это какая-то советская версия виллеса здесь он еще обратить внимание тут хмуты какие-то странные даже родные хмуты остались смотри какой аккуратный грандштейн генератора смотри он такой отформованный не затолхоженный снизу все аккуратненько тут релюшка р2 что-то там 24 все тоже аккуратно карбюратор смотрите у него проставка не вырезанная на коленках все аккуратно на пружинка фары тоже вот написано слово вверх стоят здесь как родные опять-таки вопросик короче димона не очень понравилась идея со свежим бензином спортивный интерес появился запустить на бензо на штатном бензобаке все уже засасано засосано а там я даже особо не нажимал там уже было все засосано ну что неси тогда этот аккумулятор он я короче пошкурил вот уровень стоит прикинь то есть она а самое что интересное ускорительный насос работает прыска слышно прям прям брызгаете да вообще короче все работает что надо нам как-то накатит плюса хочу сказать вообще размыкает обычно плюс попробуем так димон выясняет где есть плюс и где есть минус так вот и разомкнул посмотрите да вот какая штука прикольная сделала вот эта масса звонит на массу это не должна звонить на массу через обморку какую-то так ну что прозвонил димон да вот этот провод и он идет на старте поэтому он может быть только плюсовой здесь на не на старте она кнопку этого стартера вот это должен быть плюс удобно провода длинные причем стартер заставить 6 вольтовый родной как ему сейчас плохо будет количество попыток ограничено да вот станислав тогда спалил стартер смотри смотри афига форохтики работают офигеть переделана все короче нету замка вот это по соседству отлично вот это нет меня это в свет скорее всего давай под подергай не свет не горит на осмотрись этот какие-то берегу какие-то писем это похоже на поворот у нас уже на катушке 12 вольте уже что ли не исключено что плюс это глушить глушить броском сцепление но я все перечислены все все видимые и невидимые рчишки понажимал короче сейчас такая эквилибристика была искалина значит куда идет провод от катушки я сейчас покажу что я тут исполнил я залез вот так потом меня вот так вот завернуло застыл а потом мы пошли от обратного значит я залез сюда посмотрел катушечный провод и мы шли по следу этого катушечного провода и Димон его в итоге и вычислил и весь вод стоит у деда секретка то есть он зажигание сделал вот тут а мы уже заколебались просто искать замка зажигания нет и что делать ну да так ну давай посмотрим и появился ли у нас плюс на катушку сейчас я папа погоди так вот он да 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 все появляется плюс у нас лично так а сейчас я вот это дед проказник ну-ка включи я смотрю чем удобно сделал руки засор да 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 б ну ка ещё покрути что если что если искры нету надо провода новые купить они я думаю сейчас тут прошибать будут но естественно что я пока не вижу что было подписано на этом то подписан фаринг ордер на этом то да, там проще, а вот здесь где первый это проблема, короче вот подписаны они вот здесь может быть либо это дед подписывал либо это когда разбирали, подписание все подписано вот второй, короче это первый еще раз один это первый, у нас это третий это второй и получается, сейчас проверим заодно у нас первый, третий, четвертый, второй первый, третий, четвертый, второй, все правильно сейчас надо только... вести стены да, ну что газу подсос подсос, не знаю, надо ну это уж там разберемся да хватит там льется уже ручьем туда так, ладно, короче, тумбер крутил сцепление будет на тексту давай 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 скулу посмотрим давай короче пытаемся сейчас запустить двигатель да и димон говорит что ты там этот тумблер давай дерни выясняется смотрите тут по ходу обманки раз тумблер сдвигается рука два тумблера три тумблера это что кручу верчу запутать хочу четыре тумблера самые ближайшие колонки влево выключен вправо включен сейчас я обратно все соберу я и думал куда все пропал то только что все было вот вот это уже лучше это работает надо в воду заливать перегреем и маленький мотор маленький мотор воды да нет в уши что вообще ровно заработал я откуда знаю насчет там нейтралка где-то на натыркана будем надеяться что они коробка не разобрана вся и там нет реально кинетник может эта коробка вообще она хоть что-то включается по-моему я включал передачу накатался на ней поэтому да и что сейчас что-то включил ой стой 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 глуши глуши тут масло херанулось да 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 блин не затянули масло все обоссалось совсем беда прикольно все у него трансмиссия рабочая он захотел кардан перекрутим и все так он ты слышал как он плавно заработал вообще мотор идеально работает ровно потому что мы карбюратор даже не разбирали не чистили бензин там залит десятилетний 40-летняя машина сороковых годов на лапка болото все ждет лапка болото кардан надо сделать из валина надо уплотнить мосты и лапка и лапка и болото надо как-то его короче дубовый но мы хотим поставить ровно либо мы сейчас просто найдем у нас есть по-моему такие длинные не пришлось все разбирать так спа трубок напялили затянули просили за фильтром воздушным очень чудная здесь конструкция короче он как-то вот туда получается и вот здесь бочка где только крышка я не знаю надо поискать есть ли она вообще написано дейли сервис стилов дейли сервис смотри вот под нее крепеж вот так она должна стоять видишь крышка нужна на нижнюю часть поискать может нам валяется где-то как там писали нам в комментариях агон чистый знаешь как же совсем называли в народе хбв хочу быть виллисон да то есть судя по всему люди виллес любили больше нам бы крышечку нижнюю найти тоже нормал ойл ойл какая-то резинка сюда ставлю вообще в принципе очень интересно вот эта штука она точно штатная вот виллиса а карбюратор у нас ведь стоит уже не штатный как это все будет сейчас одеваться очень непонятно она стояла можно с другим карбюратором да кстати ребята по поводу того что эту машину надо пескоструй перекрашивать во первых насколько люди грамотные написали в комментариях пескоструй такую технику ни в коем случае нельзя потому что теряется ее ценность историческая она здесь немалая но и во вторых у нас ведь задание было просто эту технику поставить на ход далее вот те самые реставраторы которые готовы тратить на машину пол жизни они могут связаться с хозяином этого замечательного виллиса и купить у него тем более что на продажу он настроен а эта часть не разбирается не разбирается там же вон писюн есть крутящийся писюн насквозь крутится такое впечатление когда мы с видом сковыряемся что мы какой-то в какой-то бункер залезли знаешь как вот у нас долго есть на территории сбросанные там какие-то фильтра станины непонятного устройства и вот эта вот вся машина она для нас вот такое же непонятное устройство потому что вот немножко этот вот удивительно что такие штуки сохранились такие артефакты качество чуешь а может просто сахара на хороший кстати здесь не обязательно было открыть полностью так вот попались бочечка установлена удивительно но вот эта история очень хорошо прикрутилась к арбюратору так сейчас заливаем воду смотрим где что течет надеемся что не течет прогреваем двигатель и сливаем старенькое масло в этот момент можно сходить на обед нам вы не отвлекаетесь а там же воду сливали а вот уже поссало ты хрен да что-то поссало капитально уже а вот через песен вот полилось вот маленький песен но через него полилось краник вроде прикрыл так ну что конь наш более-менее прогрет сейчас мы попробуем более-менее слить масло я уже сюда слазил 27 мало а 30 много 28 было найдено глава сейчас будем пробовать подумай 28 видишь как-то да подевается да что-то как-то короче 28 половины надо пространство подвелится не очень много да сливается дюймовое масло не исключено что американское да еще в 40-х годах что не менял никто никогда масло вычитали 47 полный объем типа 3,8 сервисное сервисное ну 4 наверное залить у нас новый день пришли крестовины вот так вот они выглядят новые один в один как были кому интересно вот номер все сейчас буду устанавливать почистил так разбираем крестовину делаем вот так вот ставим сюда ну вот все теперь ставим сюда стопорные кольца и должно сюда подойти да подходит вот стопорное колечко стоит как надо следующий этап у нас это слить вот эту вот олифу которая там она реально воняет олифой этот бензин которому минимум 10 лет нашел такой насос блин там бензина ни хрена себе там вообще полный бак сейчас попробуем посмотрим во пошло дело так слил 10 литров там что-то не сильно уменьшилось и уменьшилось конечно но там больше 20 литров залит а то и все 30 слил 20 литров короче и там еще осталось как раз можно будет добавить свежего туда я думаю что нормально будет так сидела у нас близится к тест-драйву это значит надо приводить порядок колеса точнее колесо одно которое у нас было спущено у которого была проблема соском то есть камера провернута сейчас попробую разобрать диск сборный и подправить камеру надеюсь что сама камера в порядке что удивительно уже немало запросов вопросов на эту резину мы с димоном сейчас погуглили называется она вот она модель я 5 я 5 и ставилась на газ м1 который выпускался до войны это как гангстерская тачка и резина это по оценкам нашим после просмотра авито ну комплект тянет но он больше сотки я думаю что они все спрашивают про это резина то есть димон едем куда-нибудь на скалы или на ветки на ней вообще походу ездить нельзя на ней походу ну ладно сейчас попробую очень аккуратно нежно ее отправить ну да интересно у строка мы видим это и та часть тоже должна вынуть колесо американского она в ту сторону она в ту сторону а зачем нам ее вынимать нам нужно просто поправить камеру а потому что у тебя с той стороны писем вот это поворот вот это поворот ну вот видишь тут надо видишь тут и писем весь перекошенный он какой-то по жизни такой видимо ну камеру можно повернуть за немножко или эту просто повернуть не зачем вытворачивать если у нас еще да я сейчас его так вот плечем с подворотом ну так нормально да надо попробовать накачать надо наверное подсобрать да иначе потом это удобно да это мега удобно я хочу сказать что особенно если говорить об условиях армейских ну да это мега удобно на войне раскрутил быстро раз раз даже поехал ну конусные гайки и конусные да очень интересно я думаю тут унификация скорее всего эти колесные это гайки точно такие же и шпильки скорее всего тоже колесные да очень похоже так ну что посмотрим как он отреагирует а там что нету ниппеля что ли разболтовка такая же как на нашем уазе как за 69 мило центральное отверстие наверное как на уазике такс это колесо у нас пойдет уже назад на фронштейн в качестве запаска тоже редкое колесо модель я 13 не исключено что надо читать откуда я 13 надо обратить внимание что вся резина очень хорошо сохранилась видимо гараж был сырой и виллис с его головой снятый приумыл да но вот резина смотрите это это больше порез но трещин либо это качество довоенной резины такое либо одну из двух в общем сейчас она кстати вкручивали ниппель ниппель вот обычная с обычного соска европейского не крутился вот сняли запаски видимо и он тоже был какой-то дюймовый так ставим кардан да первый раз мы сталкиваемся с таким креплением до крестовины конечно крайне странно можно мне еще этот но они не странные просто мы с ними не сталкиваемся как-то занимается американцами я так понимаю ух как и все в глаза напшикал вот видите вот так вот слегка и вот конструкция да пока игорь там мучается с карданом там короче очень неудобно я так понял купили провода силиконовые да это некрасиво это не по фэншую но нам надо чтобы он нормально поехал родные мы провода положим поэтому они пробивают короче они уже дубовые все и работает плохо все эти реставраторы у них будет возможность все это сделать да мне ну к тому что это ничего не выкидывается это все будет отдано вместе с этой машиной нам надо чтобы она хорошо ехала так ну что масла везде проверили удалили получается только соответственно в раздатку чуть-чуть и в передний мост потому что вообще ничего не было остальных местах проверили мизинчик туда через изредной трубку все было на месте сейчас заливаем свежий бензин с проводами ну что будем пробовать очень интересно все поменяется да мы короче 50 на 50 где-то бодяжим этот десятилетний бензин и свежий а вот кстати я не показал я временно закрепил аккумулятор вот таким макаром где-либо качестве новодельный новодельный ты что газ убрал? газ убрал и работает с газом отрои надо карбюратор смотреть там может жиглеры эти воздушные засраны ему не хватает на холостом он нормально работает уровень по холостовой камере низковатый надо поднять так у нас очередной день вчера мы целый день пытались настроить работу этого мотора он наоборот и не выходил троил пердел вот короче все здесь меняли все перебирали ничего не помогало вот я даже вон катушку поставил от дела 130 сюда совершенно другую ну короче оказалось все очень банально бегунок сгнил из крана холостых как-то еще проходило а наоборот их ее уже не было бегунок кстати здесь не оригинальный от 157 взяла поэтому с нашего взяла сюда поставили и все прекрасно работает и вот катушка здесь стояла самая интересная сейчас я покажу пятьдесят третьего года выпуска и при этом она работала вот но с этой катушкой искра мощней вот и с новыми проводами старые провода они пробивают поэтому вот так вот в общем сейчас мотор работает просто замечательно поедем на выезд так ну что теперь уже ничто не мешает провести полноценный тест драйв очень долго думали мы с димоном куда поехать выбор был между лэпкой и болотом наш да и болотом вот остановились на лэпке в общем-то собираемся надо домкрат и лебедки может быть трактор с собой взять сразу может быть гоблина в общем пока что сейчас разведемся чуть-чуть и прокатимся и уже будем непосредственно двигаться получше достану вот он еще холодно прогреется ну что погреется к не а Что-то быстрое первое Ну да, а как? Тут всего три скорости Ну не хрустит, по крайней мере У меня даже тормоза есть При том, что мы передний мост разбираем Я не скажу, что прям очень жестко Да жестко Очень прыгучая В чем интересно, я сижу, вот у меня вот здесь Уровень глаз Даже Игорь сидит у него тоже Блин, он такой тихий От него грохота нет вообще Грохота Эти моторы все нижнеклапанные Так они вообще все Вот сядь, помнишь, мы на Москвиче ехали Ну там трансмиссия вся Там веком пусто и какой-то грохот А здесь смотри какая Я уже вижу, как Станислав отписался Да нет, блин, у него динамика Как-то У него прям динамика есть Зачем стекло, я не пойду? Нет, стекло даже особо не впалено Почему не вводит трансмиссия, почему не вводит коробка, почему не вводит раздатка Вот вопрос большой И откуда здесь взялись синхронизаторы в коробке передач в такие года Телескопические амортизаторы Монро Это вообще как? Это вообще законно? Почему вот я когда сдавал на категорию С лет пять назад Мне дали какой-то газон, у которого не было синхронизаторов ни на одной передаче Это было пять лет назад Ну это типа 2019 год, да? Я не понимаю, а передний мост вообще работает? Да, работает Лысые колеса Ладно, давай не ручик его С пояска слишком Квадротропами следует Проходит под аморитом, замечательно Чувствую себя на полу-джипе, полу-квадрике Еще и с налетом ретро и вот этой всей истории Удивительно, конечно, машина тихая, комфортная Я в шоке, честно говоря Я ожидал совсем другого Я ожидал Таракатицу, которая едва-едва где-то как-то будет ехать Нифига Абсолютно адекватный автомобиль Вот сейчас на польский Причем уровень шумов Вот реально, тут же нет кабины И тебя вообще ничего не напрягает Ну когда сотку по МНТ Ветер, ветер И тут на повышайте такие передачные отношения Что чувствуется, что он скоростной Потому что уже первая, как на второй машине, вторая Ой, как на обычной машине вторая А третью я включил Ну ты видел, да? Я не скажу, что он сильно вкрыгает Более-менее Нет такого Хотя у него колесная база еще меньше, чем у Нивы У него колесная база около двух метров Ну нормально как-то ехать можно В общем, зачет Где-то поездить, колес какие-то поставить Но мы себя тормозим максимально По асфальту покатались Тут же и резина какая-то ядреная Поэтому, друзья, работу мы свою, я считаю, проделали очень неплохо Машина стала передвигаться Она до этого заводится, а потом еще и передвигается И посмотрите И выглядит неплохо И, в общем-то, наверняка из вас есть люди, которые захотят такой автомобиль приобрести Похожий им Либо конкретно вот этот Контакты владельца Евгения мы оставим в описании Связывайтесь Продавать будет по рыночной цене Я думаю, что где-то в районе миллиона такая машина должна стоить Поэтому имейте в виду Пишите, звоните Ну, а мы выражаем благодарность Евгению За возможность поковыряться с таким вот замечательным автомобилем Чего и вам желаем Ура!